Я хотел бы обратить ваше внимание еще на один источник, где, как мне кажется, сохранилась часть рукописного наследия великого ученого, а это Санкт-Петербургский филиал Российской Академии. Одно из писем, которые сейчас видите на экране, очень хорошо известно, оно когда-то было извлечено из дела архива Мехасыма Макбуллахатвича, опубликовано и не однажды. Я просто пользуюсь случаем, хотел бы показать его, что датируется в 15.01.12.1977 года, это самый конец ноября, но если по новому стилю, то начало декабря 1860 года, можно следующий слайд. И хранится оно, это, собственно, наручное письмо, что будет оборудование поискану, хранится оно в фонде Френа. Однако в книге Мехасыма Макбуллахатвича неоднократная ссылка на это письмо сопровождается другим именем фонда образователя, именно именем Велимина Узернова. Но фонда Велимина Узернова никогда в архиве Академии науки не было. И меня это заинтересовало, я подумал о том, почему же Мехасыма Макбуллахатович, когда ссылался на этот фонд, делал именно эту пометку. У меня есть версия в этом, но сначала я покажу другие документы этого дела, которые проливают свет на эту, как мне кажется, не ошибку, а сознательную. Документы этого дела крайне разнообразны. Я недавно имел возможность с ним ознакомиться лично. Мехасыма Макбуллахатович, кстати, был последним, кто в 1968 году смотрел документы этого дела. Там нет ни одного документа на русском языке. Там все документы на староосманском, на татарском, отчасти на персидском, один текст на арабском. Первые листы это словарные заметки по татарскому, чувашскому языкам, которые, как вы знаете, так интересовало Мулу Хусейна. На листе 5 письмо на татарском Аджадина Башира в Казань некому Макдуму Мухаммаду Неджибу, сыну Думулу и Боймурата. Я, к сожалению, не все документы смогу вам показать лично, потому что дело довольно обширное, я и все снял. Автор письма нам хорошо известен. Письмо датируется 1264 годом, 30 мая 1948. И автор письма это хорошо известный имам из деревни Большой Менгер, Таджадин Мухаммад Башира в Булгаре, в Перу, которого принадлежит несколько рукописей, сохранившихся в разных собраниях нашей страны, от Казани до Санкт-Петербурга. В частности, есть они в библиотеке Зайнат Максудовой, которая не так давно была эскатологизирована. А адресат это сын казанского имама Мулыба и Мурада бин Мухаммад Аль Мангери, который умер в 1848 году, и который происходил из той же деревни, они переписуются земляки. Таджадин учился, кстати, в медресе отца Мухаммад Неджиба. Он был крупным казанским библиофилом, так же, по пропорту скажу, что сохранилось несколько рукописей, в частности, в Казанском федеральном университете. Сохранился список персидского текста жизнеописания поэтов, который датирован в 1580 году с личной печати Мухаммада Неджиба и Мурада. На листе 6 этого дела мы видим список крымских ханов с датами их правления, причем все это в арабском зрифте достаточно подробно. На листе 10 запись крымско-татарского народного стихотворения времен Крымской войны. Оно близко, но не тождественно, как я установил текст, можно следующий слайд, хотя нет, пусть пока останется, который опубликовал в 1909 году Алексей Тимчевич Алисницкий, со слов некоего Мустафы Апселя Муглу в деревне Махульдюр. Но это не тождественный текст, а более ранний, там другой редиф, размер тот же, редиф другой, и этот текст на самом деле больше и гораздо интереснее, чем то, что опубликовал Алисницкий. Наконец, на листе 15-16, то самое знаменитое письмо Марджани, которое мы только что видели. Следующий слайд. Наконец, еще документы, которые там хранятся, это отпечатанный в типографии Казанского университета листа Александра Первого на арабском языке, муфтию Мухамеджану Хусаинову, которая датируется в 1233 году Мехизере, мартом 1818 на открытии Медресе, оно там названо Большим Медресе. Причем лист этот, отпечатанный типографский способ, умеет чернильную правку рукой. Кто-то арабский этот текст правит. И, наконец, порядка 15 листов этого дела, это османские документы, османские фирманы с туграми Абдул-Хамида, несколько выписок из османского бифтера, Санджака Александрийского, которые сделаны османской рукой. Возникает вопрос, что же объединяет все эти документы? Понятно, что не имя Френа. Я еще раз хочу сказать, что это не фонд Велиминов и Верновых, а фонд Френа. Френа, как известно, Христиан Данилович, которому мы обязаны, чрезвычайно многим, умер в 1851 году. Мы видим сами, что значительная часть документов этого дела создана после его смерти. Это означает, что Френа не мог быть фондообразовательным, как принято говорить в архивных кругах, а документы каким-то образом попали, были присвоены его фонду, значительно позже. Напомню, что Хусейнов, Хусейн Фуисханов не был знаком с Френа, он приехал в Петербург после его смерти в самом конце 1753 или в начале 1554, когда Френа был уже в могиле. И я думаю, что понимая это, Меркосима Талахаровича, отчетливая, осознавая, может быть, по процессу 12 лет после знакомства его с этим фондом, именно поэтому и дал ссылку на то, что это фонд Велиминов и Верновых, а не Френа, потому что эти документы никак не совпадали по времени жизни этих дней. Но все решается на самом деле очень просто. Почти все документы этого фонда имеют небольшую пометку на обороте, на которую, видимо, никто до этого не обращал внимания. Большая часть из них помечена очень мелким латинским почерком. Там написано всего два слова, одна дата. Там написано Мулаф Кусей 1866. Это означает, что, как я полагаю, весь этот архивный комплекс был присоединен к архиву Френа после смерти Мулаф Кусей 1866. И мы с вами имеем в данном случае все эти 30 листов. Это небольшая часть архива Кусейна Фуисханова. И именно этим объясняется наличие письма Маджани. Именно этим объясняется наличие писем других казанских улемов. Именно этим объясняется наличие османских документов, которые, как мы знаем, поскольку Мулаф Кусейн преподавал османский язык. И более того, читал тексты, которые нужно было читать, имея оригиналы под руку. И полагаю, что теперь мы, пользуясь материалами этого дела, можем увеличить объем наших знаний о его кругозоре научном. И более того, думаю, что необходимо вводить целиком весь этот архивный комплекс научной обороны. Спасибо за внимание. Продолжение следует...